Настало время расширить наши горизонты, и мы сегодня пойдем погуляем по бульвару Ротшильда, зайдем в Сарону, в Плавентину. Это точно в Израиле, а не в Италии? Будем расширять наши тель-авивские горизонты, пойдем в центр. Вот так в Тель-Авиве выбрасывают мусор. Подходишь, нажимаешь ножкой, оп, открывается ящик, выбрасываешь туда, и ручки чистые, и мусор выброшен. Начинаем наш путь из района Хатиква, вот эта вот улочка, если пройти чуть-чуть подальше, там будет рынок, который мы уже показывали. А вот тут просто такая вот маленькая улочка, тоже очень колоритная, да, то есть вот район Хатиква, он клевый. Такое, много маленьких магазинчиков, рядом рынок. То есть по своей энергетике эта улочка, она такая, иерусалимская, в общем, магазинчики такие. То есть ощущение, что ты не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме скорее. И вот мы пересекаем рыночную улицу. Тут шум, гам, толкотня, все что-то покупают, продают. И мы тут тоже затаривались, очень хорошее место. Дешевле вы фрукты и овощи не купите нигде в Тель-Авиве. Мы немножко отошли от рынка, который на иврите называется Шук. И здесь уже стало потище, всякие домики такие тихие, спокойные. И не подумаешь, что у тебя за спиной, вон там, если повернуться, там просто, там супер бойкая торговля, вот здесь вот. И начинаются торговые ряды. Обычно в Израиле все дома белые или бежевые, ну, чтобы отражать солнце. Но иногда встречаются вот такие, например, абсолютно черный дом. Улица, по которой мы идем, называется Ханох-стрит. Чуть-чуть отойти от рынка, и, в общем, настает такая тишина, покой. Такой типичный спальный райончик малоэтажный. Вот, довольно-таки вот чисто, опрятно, нормально. Домики тут, конечно, обшарпанные все такие, но этот а-ля-вив тут все дорого, поэтому, видимо, даже покрасить их это дорого. Поэтому вот как-то оно стоит, но вообще они нормально выглядят, то есть в целом. Вот такие вот домики, такие вот. Не то, чтобы они были какими-то плохими, или что-то такое с ними было не так. Обычные такие домики, то есть, я бы сказал, просто встречаются какие-то вот, ну, вот клумба, она какая-то треснутая, там, дверь какая-то потертая. Но в этом есть какой-то такой, я бы сказал, ближневосточный, ближневосточный шарм даже. Такого, какого-то такого, кстати, очень вкусно пахнет чем-то, да? Да, но это едой. Какими-то приправами. Тоже сушится белье. Народа на улице мало, иногда проскакивают какие-то единичные машинки. У меня круглый вопрос такой, самый простой, вот, чтобы понять. Типа, а я бы хотел тут снимать квартиру, ну, или мог бы. Вполне нормальный район. Адар, в котором мы жили в Хайфе, который нам нравится очень, Адар, там, в общем, наверное, погрязнее все-таки. Но тут и дороже, чем на Адаре раза в три, наверное. Адар это самая дешевая в Израиле шурма. За 20 шекелей гигантская шурма. Вот тут такой милый очень закоулочек. Вот эти закоулочки вполне клево в таком месте где-нибудь снимать. Вообще, в чем фишка того, что мы так вот ходим, смотрим все? Потом, когда я по карте смотрю, там, на Ядштайм, или, например, вы там, ну, через Airbnb, где угодно будете искать себе жилье, видите какие-то варианты, вы можете подумать, так, этот район, я там был, я видел, как там, что выглядит, он типа нормальный. Потому что есть, безусловно, районы, ну, тоже в Хайфе, например, Адар мне нравится, а вот районы немножко ниже, они не очень все-таки, я там не хотел снимать. Вот, то есть в Тель-Авиве тоже вот есть места, в которых я был, и мне они понравились, а есть, которые, то есть я просто по карте уже представляю, где мне нравится, а где не очень. Поэтому очень полезно вот так вот тоже попутешествовать, с одной стороны, культурологический аспект, этнографическая экспедиция, а с другой стороны, ты как бы тоже для себя понимаешь, где бы ты, где снимать стоит, а где не очень. Опять мы встретили черно-белый дом, достаточно это нетипично для Израиля, здесь абсолютно черный подъезд. Как вам такой стиль? Выходим из района Хатиква, пойдем сейчас в центральные остановки, тут такие прикольные граффити, такая небольшая, типа, промо-зона с какими-то ангарами. Вот, так что, до свидания, Хатиква, здравствуй. То, что вот на западной части Тель-Авива, то есть, собственно, у нас сегодня цель, вот мы живем на юге, у нас цель пойти на запад Тель-Авива. И начнем мы с центральной станции, про которую я наслышался очень много всего, потому что вот там так страшно, ай-яй-яй, короче, посмотрим, как там. Мы вышли на такой мост, вообще, как бы, Тель-Авив, посередине Тель-Авив пересекает несколько вот таких больших, больших, широких улиц, и вот этот мост, он дает возможность их пересечь. Так что вот мы по нему поднимаемся вверх. Такая гигантская стая стоит на любой вкус всех фирм, самокатов. И вот мы видим с этого моста какие-то остановка, вот, активность какая-то. Тут еще огромное количество стоит мотоциклов. Смотрите, как их много, офигеть. Сплошные мотики. Просто шикарно. Вот смотрите, Тель-Авив. Смотришь, да, такой контраст. Старые дома, ну, прям совсем старые. Сверху еще эти. Там всякие стоят какие-то ржавые тарелки. Летающие тарелки. Да, ну, прям совсем жесть. А потом так немножко повернешь голову. И рядом с этими старьевческими домами стоят новейшие, блестящие, суперсовременные дома, небоскребы. Практически как аналог Москвы-сити. Но в Москве вот именно такого контраста, чтобы вот так вот вы не увидите. Вид с этого моста, и тут мы видим то, что тут еще и железнодорожная станция, откуда поезда уходят. Также на этом мосту и огромная парковка с велосипедами на прокат. Прям вот их целая куча разных. Вообще нам нужно на другую сторону перебраться. Я не знаю, как это сделать на этом мосту. Надо, наверное, его сначала пересечь. Ну, в общем, это такой крупный хаб транспортный. Если вы любитель велосипедов, то тут интересные экземпляры встречаются. Например, велик. Ну, он такой обычный вроде велосипед. Но посмотрите на его цепь. У нее звенья, как твой палец, да? Покажи. То есть реально, мне кажется, эта цепь, она стоит дороже твоего велосипеда. Я понимаю, вот мотоцикл стоит, да? И вот у него тоже такая цепь огромная. Но велосипед так привязывать. Интересна статистика угонов велосипедов в Тель-Авиве и вообще в Израиле. То, что, например, в Нидерландах велосипедов угоняют несколько миллионов в год. С этим мостом очень колоритный дом. То есть тут сушатся такие... Что-то такое вот, какая-то одежда такая жесткая. В общем, очень колоритненько это все выглядит тут. Вот мы подходим уже как раз к знаменитой центральной автобусной остановке. И тут стоит очень необычная повозка. На таких тут люди часто разъезжают. Я даже не знаю, это персональный транспорт или для бизнеса. В общем, выглядит вот так, что типа Рикси сюда садится человек. И у него сзади такой багажник, в котором можно возить какие-то вещи. Странно выглядит с двух сторон улицы пешеходные, а сверху мост. И этот мост как крыша для дороги. То есть если посмотреть наверх, там идет уже эстакада. Вот эта вот большая дорога. Снизу еще одна дорога. И вот так ты ходишь, как под крышкой. Естественно, что все столбы... Вот я иду мимо, везде вот такие объявления. Требуются работники на уборку улиц с утра и вечером. Все столбы заклеены. Вот она наша русскоязычная алия в Тель-Авиве. В этом году, мне кажется, русскоязычных приехало там в десятки раз больше, чем людей из всех других стран мира. Поэтому, естественно, Алим Хадашим, они идут обычно подрабатывать на такую какую-нибудь работу, такого стиля. Пока язык не знают. Прямо между улицами живут люди. У них тут свои оборудованные домики с едой и крышей. Рядом еще один. Вот еще одно место, где тоже живет человек. Ну вот мы на центральной станции. Вот такой вход в нее. Тоже попробуем туда попасть. Ну чисто чтобы посмотреть. Типа мы здесь были. После тщательного досмотра, ну просто прошли через вот эту вот магнитную штуку, мы попали внутрь. Внутри этой станции вот так. Я сейчас не ожидал. Похоже на горбушку. Такое ощущение, что ты попал в горбушку. До старого формата. То есть вот ты можешь пойти направо, налево. Вот так вот выглядит автобусная остановка Тель-Авива. Я немножко офигеваю. Я перед входом спросил у ребят, типа это центральная автобусная станция? Они говорят, да, да, по-русски и там на всех языках мира люди стояли. Все тут по идее она, но как-то очень странно она выглядит. Ну мы сейчас идем как бы в сторону. На карте она отмечена чуть-чуть дальше. И мы вот идем сейчас вот по вот этим торговым рядам дальше. То есть такое ощущение, что ты реально на горбушку попал. Только тут продается все подряд. И вот сверху еще действительно есть какие-то вот значки, на которых написано, что где находится. Да, то есть вот можно на какой-то другой этаж попасть. Пошли туда. Посмотрим, как там. О, гитарки стоят. Хорошо, что у меня уже есть гитара. Офигеть, русская музыка. Тут реально можно заблудиться. То есть тут много уровней. И хрен поймешь. Ну мы просто гуляем, поэтому нам нормально. Но вот уезжайте отсюда куда-то. Если вы будете уезжать куда-то, придите заранее. Потому что тут можно реально потеряться, блин. Наконец-то мы дошли до автобусов. Я, честно говоря, просто сомневался, туда ли мы попали. Это торговый центр или все-таки остановка? Да, это, смотрите, вот как бы много автобусов. Это центральная станция Тель-Авива. Ура! Потому что я думал, что это просто типа местный филиал горбушки. Продается все, что угодно. И одежда, и в то же время еда. Из еды, например, мне понравились пирожки с яйцами. Оригинально, правда? Как будто вы в поезд собираетесь. Еще нужна курочка вареная и палочка колбасы копченой. И в самом конце этой остановки тут Сальвадор Дали такой цифровой. Про эту остановку я слышал. Пишут, что тут есть какие-то вот уровни, куда лучше не ходить. Фишка в чем? То, что, естественно, это общественное место. Как бы вот остановка. Поэтому любой человек может сюда прийти. И так как тут есть крыша над головой, тут относительно тепло. Соответственно, тут можно поспать. Поэтому многие бездомные люди, они сюда приходят, ищут себе ночлег. Спускаемся вниз. И сейчас мы попробуем куда-нибудь спуститься пониже. Мы тут прошли немножко подальше. И тут уже так хорошенько воняет. Всем чем-то непонятно чем. Все разрисовано. И вот есть какое-то ощущение заброшенности данного места. Идешь, а над тобой что-то звенит. Это вот тут дорога над нами. И, видимо, вот эта дорога... То есть тут вот реально все дрожит. Эта дорога дрожит. Вот тут такие заброшенные местечки. Но тут что-то ничего нет. То есть просто заброшенное какое-то местечко. Ничего тут особо интересного нет и страшного тоже. Мы попали в какой-то следующий тупичок. Ну и тут какие-то лавочки, в общем, есть. Ну как-то я не слишком тут плохо, я бы сказал. Нормально. Какая-то презентация тут у людей. Фильм снимают. Фильм снимают? Ну прикол. Тут снимают фильм. И мы тоже тут снимаем фильм. Давайте сейчас посмотрим. Видите, всякие штуки тут. Офигеть. Так намного-то... Да, походу мы влезли в кадр какого-то фильма, черт возьми. В общем, прикольное пространство. Вся эта станция, она очень странная. Тут какие-то трубы, они так торчат в разные стороны. Прикольно. И вообще это классное место на самом деле, чтобы потусить. Если тут вас никто по голове кирпичом не настучит вам, то вообще тут хорошо. Не, вообще не страшно как бы. Не знаю, возможно, мы просто не дошли еще до каких-то страшных мест. Но я их усиленно ищу. Хожу тут, хожу. То есть везде вроде... Ну, везде граффити набиты на стенах. Везде какая-то такая вот туса. Каких-то киношников. Вот они, кстати. Мы с другой стороны их обошли. Но ничего такого вот стрёмного я не вижу. Может быть по ночам тут что-то такое. Что тут необычное, то что тут вообще пусто. То есть мы ходим, ходим. И тут, блин, просто вот есть такие гигантские коридоры, на которых, блин, вообще никого нет. О! Вот мы нашли спуск вниз. Какая-то кафешка, что ли, тут? Да что-то есть? Да. В кафешке где? А, мне кажется, это будет только фейбрейк у фильма. А, это у фильма. А, понятно. Это тут обедает этот съёмочная площадка. Только манекенов, естественно, да. Огромное количество. Немножко странно это выглядит на этой остановке. Да, прикольно. Самый низ, вот в самом низу, наверное, весь экшен. Мы туда сейчас пойдём. Тут мы ещё как бы не спустились просто как следует. Спускаемся всё ниже, но тут как бы бизнес тоже процветает у людей. Что-то там такое вот. В общем, есть какие-то торговые ряды в больших количествах. Ну вот мы спустились ещё ниже. И тут уже как бы ходят такие стрёмные ребята на самом деле. Тапок тут жёсткий. Фух. Ну, в общем, вот мы и пришли в нужное место, которое искали. Ну, все про него пишут, что тут опасно и страшно. Нам хочется посмотреть, это правда или нет. То, что тут жутко воняет, это правда. Вот мы продолжаем спускаться вниз. Там какая-то музыка звучит. Внизу в этом. Вообще прикольно, странное такое место. Я, честно говоря, не ожидал. Это как бы вроде бы общественное место, остановка. Для транспорта, по идее, она должна была быть. Такой шелтер, по сути, да. Как бы хипарский. Странный путь, на самом деле. Реально странный. В общем, ниже там ещё один этаж есть. Но как-то там уже стрёмно. Я смотрю, за нами какие-то чуваки пошли просто. Такие тёмненькие. Посматривают за нами и идут за нами. Мы решили, в общем, нет. Окей, значит, это не миф. Это не миф, ребята. Вот эта центральная станция, тут есть стрёмное место. Собственно, тут и написано, шелтер, убежище. То есть, вы можете туда пойти и получить убежище на ночь и всё такое. Но, честно говоря, в общем, мне кажется, безопаснее где-нибудь на остановке или на пляже. Ну, как же приятно оказаться снова на свежем воздухе после центральной станции автобуса и Тель-Авива. Да, там было жёстко. Так говорят, в Москве район трёх вокзалов опасный. Ребята, вы не были в Израиле? Это просто пипец. Так эта станция выглядит с улицы. Такое, вроде бы, знаете, всё разрисованное, креативное пространство. Но я, честно говоря, так и не поняла, почему оно такое заброшенное и почему оно в таком ужасном виде. Просто на всех этих этажах, особенно снизу, очень сильно воняет. А вы не ожидали, а мы вернулись обратно, потому что хочется сходить в туалет. И где-то тут есть Макдональдс. В самом вот этом вот автовокзале мы решили в туалет не ходить, потому что я не уверен, что тут есть туалетная бумага вообще где-нибудь. Честно сказать, не ожидал я тут увидеть Макдональдс. Вот, мне кажется, это самое такое приличное место на этом автовокзале. Не, как бы я ничего не хочу сказать. Это место похоже на горбушку. И вот верхние его уровни, они вполне приличные, нормальные. Только вот вниз не надо спускаться. В общем, тут нет туалета. В этом Макдональдсе это редкость. Это редкость, что такое бывает. Такое бывает на фудкортах, но тут все-таки у них прямо такое место. В общем, будем, наверное, искать какой-то вот, придется искать местный туалет. Ну вот мы нашли какой-то ВЦ в таком странном месте. Чтобы туда попасть, нужно... А он не работает. Он платный, может быть? Нет, он просто... А, вот это что ли? Я что-то ни хрена не пойму, как он работает. Мне кажется, он платный. Здесь нужно оплатить. Что-то. И потом зайти как-то туда. Ну, теперь я понял, что так сильно тут воняет. Потому что туалет стоит один шекель. Соответственно, многие люди не могут себе такое позволить. Я тоже не хочу. Могу, но не хочу. Но мы нашли лайфхак. Тут есть женский туалет. Женский. И он открыт. Он бесплатный. Мужской платный, женский бесплатный. И вот в этот женский туалет все идут мужики, естественно. То, что он бесплатный. Тут очень забавная система. Вот есть тут платный туалет по шекелю. И если пройти типа 5 метров, то там бесплатный будет. Фишка в том, что бесплатно нет туалетной бумаги. А в платном я не знаю, есть или нет тоже. Мы все еще как бы... Хочется в туалет, и я думаю, ну блин. И вот мы ждем, чтобы кто-нибудь из этого туалета вышел и нам сказал, есть там туалетная бумага или нет. Может там тоже нет. В итоге я проверила все три кабинки, и только во второй оказалось, есть туалетная бумага. И мы туда отправили. А вообще, мне кажется, туалетную бумагу туда повесила женщина, которую мы перенаправили из платного туалета в бесплатный. Потому что когда мы ей сказали, что бесплатный нет туалетки, я сказала, а у меня есть своя. И она в итоге туда пошла на обратном пути, нам сказала, не-не, все нормально, там есть туалетная бумага. типа, окей, и мы туда пошли и в итоге она, мне кажется, там оставила свою туалетку Ну что, удалось сходить мне в женский туалет бесплатный, даже был такой рулончик туалетной бумаги В общем, я спасен Такие тут есть и мужской туалет Бесплатный Этажом ниже находится бесплатный мужской туалет Ой, все-таки хорошо оттуда выйти на свежий воздух, потому что местечко оно прямо как-то давит психологически А мне нормально, я не знаю Я как-то после того, как сходишь в туалет, так сказать свыкаешься с этой мыслью что, ну, место как место, как бы нормальное, обычное место То есть, фактически, вот этот вот автовокзал он огромный То есть, это как город целый Город в городе, и тут свои законы Своя атмосфера И, кстати, вообще в целом райончик вокруг вот этого автовокзала, он такой, в общем не самый приятный, я бы сказал Ну, то есть, вот Адар в Хайфе по сравнению с автовокзалом Адар – это безопаснейшее место просто А ну, вот у меня первый раз вообще за все пребывание три месяца в Израиле вот есть желание, как бы, из этого района вот уйти куда-нибудь Тут такие, как бы, чуваки сидят ну, целым большим таким коллективом на улице чисто такие сидят Не очень хочется мимо таких чуваков ходить, честно говоря То есть, это стрёмное место, правда стрёмное Даже вот сейчас мы вышли на какой-то такой более-менее широкий проспект но тоже по нему идешь, и тут как-то не айс Тут все, что вокруг вот этой вот автобусной остановки все, ну, неприятный район хочется какой-то свалить отсюда какой-нибудь другой Вот сейчас мы и идем Идем в район Флорентин Идешь вот мимо таких полуразваленных домов За ними, причем, уже такие хорошие дома виднеются но совсем близко к ним, вплотную стоят такие развалюхи Пованивает отсюда Отходим к району Флорентин Тут, кстати, очень хорошие цены на овощи и фрукты То есть, вот хорошие магазинчики стоят прям вообще Тут много всяких забегаловок, кафешек Палафель вот тут стоит 25 Вот мы входим в райончик Флорентин Это такое хипстерское место Тут всякие кафешки, бары, тусы В общем, похоже несколько, наверное, на собственно, наш любимый Адар Ну, там, где рынок В Хайфе Посмотрим, я не знаю Вот такая улочка То есть, тут много-много улочек, они как сеточка Нарезают этот район Будем по ним сейчас ходить Дом, у которого прозрачные балконы И каждый балкончик сделан в своем каком-то стиле Вот, можно посмотреть Кто-то себе поставил дерево выращивать Кто-то выращивает цветочки Кто-то себе там столики поставил Кто-то сидит такой там, чаек пьет Очень прикольно Почувствование в Флорентине положительное Такое тихое местечко Днем, по крайней мере, не знаю, может вечером тут что-то такое Вот, как в Питере пить В таком ключе А так, тихо, спокойно, красивые домики Машин тут немного ездит Мы нашли улицу в этом районе, в Флорентине Самую репрезентативную Чтобы понять, как он выглядит И посмотреть, прочувствовать его дух Здесь прикольно в кафешке сидят медведи И можно посидеть вместе с ними Попить кофе Видно, что велосипеды здесь очень популярны Повсюду стоят Люди перемещаются на велосипедах массово Много народу, многие люди ходят пешком Кто-то сидит в кафешках Немножко анимешный район, по ощущениям Такое буйство красок Какой-то он интересный Много всего на нем Деталей много Глаз цепляется все время за всякие интересные штуки Да, Флорентин веселое местечко, в общем, мне понравилось И тут расслабленная, абсолютно безопасная, приятная атмосфера То есть вот, когда ты выходишь из этого стрёмного района Старого автовокзала, центрального То, в общем, Тель-Авив, он возвращается Он снова становится лапочкой Ну что, пока что мой любимый район Это Флорентин Просто вот каждый день тут можно гулять Смотреть на офигенный стрит-арт Все время он появляется какой-нибудь новый Хорошая атмосфера тут Чисто, ну как-то чисто, машин мало То есть ты дышишь хорошим свежим воздухом И вот такая атмосфера творческая какая-то Вот этот райончик идеален, чтобы тут снимать жилье Таким свободным художником, как мы Тут русская культура тоже встречается Улыбнись, дура, написано Вот, нарядно тут Такая плитка, смотрите, какая клевая Очень приятно по ней идти То есть тут вот дышит все креативом Наверное, пока что это самое креативное место в Израиле Окей Хайфа все-таки там клево, конечно Но такого там я не видел нигде Это вот где Вот что такое уличное современное стрит-арт Вот тут какой Когда просто бомбят какие-нибудь теги на стенах Это... А вот это да Офигеть Тукенция увидела тут писсуар Заметим То есть это вот реально такой писсуар Вот такой вот писсуар С таким ктулху Ктулху, да? Наверное, так правильно сказать Ну, в общем Нарядный-нарядный район А потом так бам И вот такой вот дом Наверное, это сквот какой-нибудь Я думаю, там, может, люди какие-нибудь тусят хипари Тоже такое место контрастное, интересное Тут очень клево гулять прям Много всяких кафешек, забегаловок И даже днем тут много в них посетителей Интересно, первый раз увидел такой способ Сберечь свой шлем То есть шлем присобачили на колесо Почему бы и нет? Как бы шлем, он не должен быть чистым Все равно он поцарапается Там, когда упадешь с этого мотоцикла Вот такие тут встречаются граффити Психоделические Прямо сильно очень Да Окей Самое колоритное место в Израиле мы нашли Пряничный домик такой Не знаю, что там внутри Наверное, может, картинная галерея Да, там, картины Ну и немножко современного искусства Как вам такое? В общем, Аполлон что-то как-то не в форме сегодня Тут везде как-то интересно Мы прошли только по паре улиц А тут на самом деле Их очень много И везде движ И везде как-то клево То есть, очень необычное место Прямо вот Место уличных художников Творческих личностей Тут такая кафешечка То есть, вот такая дырочка И там можешь, типа, кофе себе заказать Народ стоит в больших количествах Покупает Хотите увидеть максимальное количество Необычного стрит-арта То вы знаете, куда Вам нужно в Израиле попасть Тель-Авив Флорентин Двери всех закрытых магазинчиков и лавочек Здесь разрисованы В итоге, когда все закрыто Ну или что-то закрыто Это выглядит еще даже более прикольно Чем открытые Еще один маленький поворот То есть, просто ты идешь по главной улице И вот так вот поворачиваешь Здесь есть и магазинчики И жилые какие-то места Ну просто как Маленькая улочка Ответвление Ну это же просто обалдеть Вот здесь какие-то лавочки Стоят Просто на улице Можешь взять, посидеть И у кота там дырочка во рту Оп Все они нарисованы А настоящая дырочка И там, видите, можно починить Если сломается какая-то проводка Или что-то такое Здесь мастерская И тоже такая она прям креативная Офигеть Люди работают Но и зато вокруг не скучно А это самодельное кресло Это не кресло, это трон Знаете, есть железный трон в Игре Престолов А есть вот Надеюсь, штукенцы его не раздавят Нормально? Да По-русски можно встретить надпись Ты солнце, я луна Волосы Венеры И посмотрите на этот контраст Потрясающий Такой домик А тут рядом Бам Вот такой вот Тель-Авив Стулья выставили Никому не надо Шикарные стулья Отличный стул Плетеные, деревянные Если бы мы жили в Тель-Авиве Мы бы сейчас взяли их домой просто Или просто остались бы жить здесь Слишком уж тут прикольно Ну и конечно контраст Да, с этими высотками С высотками С новыми домами И такое До свидания, Флорентин Здравствуй Неве Цедик Сейчас пойдем в район Неве Цедик Он Что-то я там посмотрел Вроде бы там раньше была Железнодородная станция Но мы на самом деле были Все время у нас уже было видео Когда мы гуляли по Яффо И мы заходили Как бы вот кусочек посмотрели Ну сейчас тоже мимо него пройдем Посмотрим Здесь уже дома С одной стороны попроще С другой стороны Чем-то на итальянский даже похоже Дома как в вышнем волочке Как в вышнем волочке Говорит медведь Тверская область Ничего себе Мы идем по мостику пешеходному А посмотрите снизу Какой вид Тут велосипедная дорожка И пешеходная дорожка И дома с двух сторон И вот этот дом Просто обалдеть Какой красивый У него все В зелени Просто он весь Усыпан Разными растениями На балкончиках И со всех сторон Так классно выглядит Причем интересно Вот эта пешеходная улица Она идет над Еще одной пешеходной улицей То есть мы находимся вот здесь Здесь правда машины тоже ездят иногда Ну такие не машины А мопеды Вот например сейчас проедет То есть как бы здесь Есть движение Но такое чуть-чуть И мы поворачиваемся И мы видим районы новостроек Огромные И снизу тоже Вот это продолжается Пешеходная дорожка Велосипедная дорожка Все вот эти новостройки шикарные Это что-то типа парка И вот Если мы повернемся назад То мы увидим район Ну во-первых Это какой-то огромный дом И район Откуда мы так что пришли Фишка в том Что это вот такая зеленая улочка Которая идет По месту старой железной дороги Вот видите Это железная дорога Клея И собственно Сейчас она не ходит уже давно Поэтому люди тут ходят Бегают В Израиле очень популярен Коммерческий выгул животных Все вы можете вот так вот Сдать своего песика И А если вы будете выгуливать Таких песиков То вы очень много можете заработать Ты можешь заработать 20 шекелей Если ты 15 минут Погуляешь с чьей-нибудь собачкой На подоконнике Высадили очень нежные цветы Они такие маленькие И во все стороны Оп Растут Так их сначала Даже не заметишь Если отойти Но они очень Создают красивые ощущения Вокруг этого домика И делают его Супер миленьким Улочка На которую мы вышли Похожа на Узкие улочки Иерусалима Тоже такая Немножко тихая Плотная застройка Невысокие дома И какое-то Своё течение жизни Тут на стене Не картина А из металлических Прутиков Сделана вот такая Интересная скульптура А если подойти поближе То видно Что это металлическая Такая Проволока толстая Просто её прикрепили К стене Даже похоже Чем-то на центр Москвы Такие домики Уже с гладкой штукатуркой Как пушкинский музей Да Как пушкинский музей Очень оригинально Украшают дома Фигурками людей Посмотрите Прямо рядом с окошком Сидят люди У человека на стене Зарядка Для электромобилей А вот так выглядит Чей-то дворик Просто идёшь Арочка такая Немножко Развалившаяся А внутри Столик Столик Бельё сушится Чьё-то Очень миленько Вот ты выходишь Из этого райончика И попадаешь В центр Крупного мегаполиса Но если ты на секундочку Вспомнишь Что ты ещё в Тель-Авиве Ты можешь так вот Повернуться И увидеть Да Здесь тоже есть Маленькие домички Здесь тоже есть Узенькие улочки И старые Такие местечки Выбирай Что тебе нравится Больше Веселик Очень такой Приятный райончик Он Напоминает мне Какую-то Старую Европу Ну Нидерланды Наверное Да Вот что-то такое Красиво выглядит Идея С деревянными Ставнями Вообще Такое редко Можно встретить Чтобы они были Ещё покрашены В такой прямо Деревянный цвет То есть Не металлические Не пластиковые Чтобы Типа Дольше хранились А именно Из дерева натурального Ощущение Что это район Аналог Внутри Садового кольца В Москве Всё очень Здесь такое Прилизанное Красивое Я думаю Здесь одни из самых Дорогих квартир Ну может быть В высотках Таких Высотных домах Ещё дороже Ну или на берегу моря Но это прям Выглядит Очень Таким Элитным Местом Вообще Если Флорентин Это такой Хиппи район То Невизевик Это район Хипстерский То есть Тут такие ходят Все модные Чувачки Такие модные Кафешки Вроде бы Районы Друг с друг Другом Но тут Совершенно Разные Ощущения Разная Доминирующая Субкультура В Израиле Прямо фишка Это какие-то Необычные Стулья Что-то такое Делать И смотрите Какая тут уютная Лавочка Французская В сердце Неведзедика Вот такая Вот улочка Находится Прямо Странное Сочетание Между После Вот этих Домиков Уютненьких Огромные Жилые дома И тут Кстати Такое место Нарядное Можно посидеть За такими Столиками Такая широкая Большая Пешеходная Улица Вот это место Оно такое Очень какое-то Европейское Совсем Ощущение Что ты Телепортировался В мои любимые Нидерланды В Гаагу В Гаагу Да Ну это как бы Не в плане Суд А в плане Вот город Есть Гаага И он Очень классный И он похож Вот на Вот такие Там тоже такие дома Такие широкие улицы Пешеходные Похожи на Гаагу В хорошем смысле Этого слова Интересно В Израиле Есть отдельный Пешеходный переход Для людей И там свой светофор С красненьким А есть переход Для велосипедистов И у них отдельный Свой светофор Да Так что Никто Никому Не помешает Но это улица Для машин А здесь Две стороны Для велосипедистов Вот такое вот Интересное Движение Собственно Тут берет начало Улица Ротшильда Знаменитый Бульвар Это не улица Это бульвар Ротшильда На который я очень давно Хотел попасть И как следует Тут погулять Мы тут однажды Уже были Но мы так Знаете Мимоходом Пролетали Вот сейчас мы тут Наконец-то Нормально пройдемся И осмотримся Ура Улица Бульвар Ротшильда Знаменитый Тель-Авивский Бульвар Вот мы входим На святую святых И тут движуха Как у тебя первые впечатления О бульваре Ротшильда Похож на пешеходную улицу В центре Москвы Бульварное кольцо Да Да Но он отличается все-таки Чувак на лошади Первый мэр этого города В 1861 году родился Офигеетесь Он на лошади По Тель-Авиву ездил Прикиньте Встретить мэра на лошади Такой монумент А за ним Прямо фонтан Вообще Мне тут очень нравится Бульвар Ротшильда Шикарное место Но тут конечно Многовато машин То есть вот они тут Вечно стоят в пробках Но тем не менее Все равно тут приятно гулять Ну вот Как в Москве Мне тоже нравится Бульварное кольцо Вдоль бульвара Ротшильда Конечно Домики стоят В общем шикарные Даюсь представить Сколько тут чего стоит Но хотя бы посмотреть Можно бесплатно Очень красиво И разные Конечно есть вот такие Липоскребы Огромные А есть вот такие Уютные домики Мне конечно Уютные домики Больше нравятся Мы приближаемся К второй святыне Это Макдональдс Вот где-то тут он есть Ура Мы заходим в Макдональдс Наконец-то У нас сегодня на обед Два бигмака И домашние яблочки Ротшильда Ротшильда К стволу Такая пешеходная пешеходная улица По бокам которой Такие ездят Немножко машин В принципе не слишком Даже много Хотя сейчас уже начинается Скоро час пик Тут играет Вовсю В шахматы И просто Тусит Даже прудик Встретился нам С рыбками Множество Маленьких Разноцветных Рыбешек Плавает Очередная машинка Вот нам очень нравится В Израиле То что на площадках Для детей Машинки стоят Это очень весело Очень забавно Конкурируют между собой Фирмы самокатов Вы смотрите Какая дикая конкуренция А тут вот Ну с конкуренцией Все в порядке Вообще во всех аспектах Очень активное движение Велосипедов И самокатов То есть мне кажется Их примерно Тут столько же Сколько людей Ходит Да То есть Бульвар разделен На две части Как я сказал Пешеходную И самокат На велосипедную И вот она Очень реально популярна То есть тут Прямо Народ Вовсю Катает Еще здесь Очень забавно Моет улицы Идет человек Со шлангом Который подключен К машине Который везет воду Первый раз в жизни Мы видим Букшеринг Который явно Кто-то ограбил Книжек тут Нету Хоть одна есть О Ну вот Одна есть Ура И вот вторая Еще какая-то Несчастная книжка В общем Как-то Все Ребята Это самый дорогой Город планеты А тут Такая атмосфера В общем Довольно-таки Приятная Народ Тут Занимается Единоборствами Активно Просто Сидит Тусит Ребята Чего-то Они делают Что это Такое За Это Наверное Какие-то Звездные Войны И в конце Бульвара Видны Вот такие Коричневые Шарики Которые Идут В небо Это Чебурашка Мы вышли К очень Странному Месту Сначала Мы подумали Что это Университет По Атмосфере Но оказалось Близко Это Площадь Абима Театры Но тоже Место Достаточно Культурное Чуваки Сидят Под деревом О да Здесь есть Такое Прикольное Дерево И под ним Можно На постаменте Устроить Свидание Поддержал Немножко Тель-Авив Еще интересная Здесь Инсталляция Бассейна Который Идет Вровень С полом Выглядит Офигенно И Оторожается Весь город В этой Воде Такая Зеленая Уютная Олейка С цветами Очень Красивая И вот Если идти Прямо То мы Видим Тоже Фонтаны И Сверху Небо То есть Ты идешь И там Есть еще Несколько Этажей И все Это сделано В виде Такой Оранжереи С большим Количеством Растений И Завершается Эта Композиция Фонтанчиками Довольно-таки Приятный Он уже Поуже Немножко Чем Бульвар Ротшильда Но Не менее Красивый И даже Более Спокойный Тут машин Практически Нет Стоит Мусорный Бак И Явно В него Не Влезает Весь Мусор Который Хотят Выбросить Люди Нет Бася Это Чьё-то Имущество Да Имущество Какого-то Человека Да Офигеть Улицы Вот такие Вот домики Находятся Довольно-таки Приятненькие Не очень Они Широкие Они Такие Узенькие Видите Вот Это Дом А Это Следующий Уже Идет Довольно-таки Уютно Хорошее Место Наверное Дорогое Очень тут Жилье Но В общем Красивое Дороже Наверное Жить Только С видом На Средиземное Море Или В Элате С видом На Красное Море Чена Пересекает Вот такие Уютные Улочки Тоже На них Очень Классно Гулять Необычные Стволы У деревьев Они Такие Прямо Как будто Бы Это Корни Вполне Возможно Что это Корни Дерево Так они Ветвятся Вверх Я таких Деревьев Никогда в жизни Не видел То есть Вот Удивительно В Тель-Авиве Первый раз Я увидел Подобные Деревья Сейчас Мы подходим К площади Рабина Эта площадь Отзывается В моем сердце Очень глубоко Потому что Когда мы учили Еврит Нам все время Все примеры Вот в нашем Аудиокурсе Они были Про площадь Рабина Кикар Рабин Вот Поэтому Мы туда Наконец-то Попадем И хоть Поймем Что это За площадь Такая Которая Самая Видимо Знаменитая В общем Ребята Вот она Площадь Рабина Она Сейчас Ремонтируется Там Какие-то Трубы Стоят Блин Мы сюда Специально Шли Через Весь Город Вот 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 Она Типа Я не знаю Что там Находится Наверное Когда-нибудь Мы еще Увидим Площадь Рабина Из нашего Аудиокурса Это такой Знаете Способ Тель-Авиву Сказать А вы Проезжайте Еще Приходите Посмотрите На площадь Накикар Рабина Идем К улице Ибн Гвероль Точнее Вот Вышли На нее А тут Что-то Вот Ремонтируют Все Вокруг Все Перекопали Прям Как будто Собянин Местный Завелся И Все Перекапывает В общем Да Тут Особо Сейчас Не погуляешь Все Перекопано Собака Прячется Ей Страшно Собака Не бойся Тебя Не съедят Ну Вот Фишка Как бы Этой улицы То Что Ты Идешь Вдоль Кафешек Их Прям Тут Много Много С той Стороны Велосипедная Дорожка Ну Там Тоже Люди Иногда Ходят А тут Ходят Велосипедисты Что Тоже Забавно Вот В общем Ты Идешь По Улочке Где Очень Много Всяких Баров Ресторанов И Вот Можешь На Любое Местечко Тут Сесть Какие-то Кондитерские Тут Есть Довольно Так Приятная Улица Если бы Сейчас Вот Не Вот Этот Ремонт Дурацкий Был Вообще Хорошо А здесь Кто-то Живет Прямо Вот На Улице Идешь И У чувака Вот Такое Спальное Место Такая Ибн Улица В принципе Прикольная Но тут Слишком Большое Такое Мощное Движение Автомобилей Такая Широкая Больше Автомобильная Улица Чем Пешеходная Хотя Тут Конечно Весело И много Всяких Кафешек Шоурумячных В общем Прикольно Тут Ну вот Кусочек Площади Робина Таким И Сможем Посмотреть С вами Фонтаны И Надпись Везде Добрались Наши Умельцы В пруду Много Рыбок Кувшинки Плавают Очень Красивые Удочка Замечательная Сидит Такая Живописная И все Бы хорошо Если бы Здесь Так сильно Не воняло Из-под Вот Этого Моста Здесь Какое-то Очень прямо Место Видимо Аналог Местного Туалета Когда Людям Ходить Далеко Не хочется Вот Мы Переходим На Бульвар Бен-Гуриона Он Тоже С Отдельно Велодорожки Отдельно Пешеходные Дорожки Очень Клево На самом Деле Лавив Очень Велосипедный Город Пока Что Из всех Городов Где я был Единственное Которое Может С ним Сравниться Это Амстердам Там Тоже Как бы Все На велосипедах Там Все Нидерланды Там Велосипедная Страна Вот Тут Это Тель-Авив Это Хлёв Потому Что Гораздо Чище Меньше Машин Лучше Дышатся Здорово Инсталляция В виде Фонаря Вот Стоит Фонарь И Показано Как он Светит Вниз Вот Этим Коричневым Сколько Он Места Занимает И Его Лучи И Здесь Очень Интересно Изгибается Велосипедная Дорожка Ровно В том Месте Где Идет Эта Инсталляция Такая Модель Велосипеда Это Самая Часто Встречающаяся Здесь Я их Постоянно Встречаю С Женской Рамой Вот Кстати Еще Одна Такого же Типа Модель В общем У них Такая Женская Рама Скошенная Вниз Кожаная Сиденье Руль И Часто Бывают Корзинки Спереди Чтобы Перевозить Какие-нибудь Вещи Или Продукты Бывает Без Корзинок Но Еще Накладки Делают Обычно На ручке Они Либо Кожаные Либо Просто Такие Мягкие Такая Прикольная Кафешечка И Смотрите У нее На улице Прямо Вот Такой Маленький Умывальничек Можно Ручки Помыть Тут Статуя На которой Цветочек Лежит Такая Колонна И Сверху Примастился Зеленый Маленький Тяпка Такие Прикольные Дома Люди Запенили Дырочки От ветра Чтобы им В окна Не дуло Я только Вот сейчас Заметил Что это Какая-то Новая Модель Велосипедных Колес Смотрите Они Без Спиц То есть Тут Просто Вот Такие Стальные Можешь Вещные Колеса Без Спиц Они Не согнутся Ничего С ними Не будет Наверное Конечно Это Дороже Выходит Но Наверное Оно Того Стоит Да Это Что-то Среднее Уже Между Велосипедом И мопедом С такими Колесами Такие Дома В Известном Стиле Баухаус Баухаус Это Когда Такие Есть Скругленные Поверхности И Ровные Квадратики Вот Здесь Например Тоже Квадратики И Вот Эти Вот Части Полукругом Идут Вот Мы Выходим На улицу Дизенгов Вот Наш Бульвар Он С ней Пересекается И Пойдем Ко По ней Пройдемся Тоже Посмотрим В этой Улочке Много Всяких Магазинчиков Кафешек И Людей Тоже Хватает Очень Похоже На самом Деле На Токийскую Улицу Помнишь Где Был Хироику Суши Типа Местный Шанзелезе Вот В Токио Есть И Вот Эта Улица Она Вот Похоже Похоже Немножко Что-то Вот Какой-то Такой У нее Дух Есть Здесь Тоже Есть Домик Барби Розовый Посмотрите Какая Тяпа Несмотря На На ней Не так Много Машин Наверное Это Связано С тем Что Вот Эта Полоса Для Общественного Транспорта Вот Эти Вот Четырехугольники То есть Так что Машина Тут Есть Что-то Там Периодически Через Светофор Проезжает Но Тут Довольно Такие Тихо Спокойно И Приятно Гулять И Сейчас Эта Улица Уже Напоминает Мне Скорее Улицу Ротшильда В Ришине Штукенция Что-то Зависла Как-то Но Необычная Самая Дорогая Шаурма Которую Мы Видели Тут Сколько 69 Шекелей За Шаурму Это Типа В Три С Половиной Раза Дороже Чем В Хайфе Ну А Тут У Многих Зарплата Десятка И Выше Это Тель-Авив Так Что В общем Можно И поесть Вот Еще Яркие Примеры Стиля Bauhaus Это Дома Построенные В Стилистике Начала Прошлого Века Такая Школа Которая Была В Германии С 19 По 33 Год И Сюда Приехали Тогда И Строили Дома В этом Стиле Это Именно Школа Люди Преподавали Вот Каком-то Таком Вот Да Вот Это Вот Оно Видите Круглые Балконы Короче Самый Простой Способ Узнать Bauhaus Это Вот Таким Закругленным Балконом Тут Вот Площадь Дизингов И Она Клевая Вообще Вот Эта Площадь Я понимаю Площадь Прямо Вот Очень Мне Она Нравится Такая Круглая Большая И В центре Можно Посидеть Погулять У Фонтана Такой Тут Приятный Фонтанчик Много Людей Тут Вообще Хорошо Достаешь Да Ну Значит В следующий раз Тут Везде Вот Эти Вот Дома В стиле Bauhaus Вот Все Вот Эти Дома Кстати Смотрите Там Дом И У него Там Это Не Настоящие Люди Это Как Бы Макеты Прикольно Да Болтают Друг Дружки Это Все Дома В этом Стиле Вокруг Этой Площади В этой Площади Во все Стороны Идут Улицы В итоге Это Как Шестиконечная Звезда Получается Во все Стороны Так Вот Раз Улица Куда Хочешь Можешь Пойти Похоже Как В Париже Тоже Там Когда Стоишь На площади Тоже Во все Стороны Можешь Пойти Интересно Что Большая Часть Тель-Авива Выглядит Примерно Вот Так Это Дома Трех Этажные Четырех Этажные И Между Ними Множество Магазинчиков Все Первые Этажи Это Какие-то Кафешки Улицы Вот Примерно Такого Типа То есть Очень Сильно Отличается От Москвы Москва В основном Высокоэтажная А здесь Все Спальные Райончики Это Малоэтажность И только В центре Можно Встретить Небоскребы Не обязательно Именно Территориально В центре А скорее В деловом Центре А тут Так Прикольно Наступает Вечер И Зажигаются Огни На зданиях Прямо В больших Количествах Становится Очень Нарядно О Народ на красный Свет Вовсю Ездит Но это Израиль Реклама Макдональдса Так У нас Зеленый Надо Идти Или мы Зайти в какой-то Торговый Центр Большой Он Огромный Просто И Тут Мы Хотим Заправиться Мы Хотим Съесть Мороженое В Макдональдсе Ну Потому Что Это В общем Самое Дешевое Такое Место По сути То есть Биг Мак В Макдональдсе Стоит Семнашку А Какая Ни Контифалатель Стоит 25 Тут А то И больше Так что Получается Макдональдс Дешевле Чем Уличная Еда Вся Остальная И Мороженое Тут За Четверку Такой Большущий Слон И Соответственно Макдональдс Ряд Ребята Мы Заблудились Этот Центр Он Огромный Я Офигеваю Этот В Тель-Виве Торговые Центры Страдают Проблемой Гигантизма Спросил Как-то По вас Мне говорят Смола Емина Туда-сюда Но я знаю Что Смола Это Налево Емина Направо Но на этом Мои Так сказать Познания На Иврите Заканчиваются А мне Что-то Наговорили Еще Такого Там Ура Мы Нашли Макдональдс Сейчас Его Сложно Было Найти Но В общем У нас Получилось И Сейчас Мы Тут Купим Себе Мороженого Да Место Довольно-таки Сумасшедшее Такое Большое Куча Лестниц Не так Пуше Просто Подзаряжаемся Мороженым Идем Дальше Пока Мы Покупали Мороженое Уже Потемнело Немножко И Тель-Авив Стал Еще Красивее Смотрите Какой Просто Офигенно Тут Сейчас Вау Классно Улица Дизенгов Вот сюда А Кинг-Жордж Вот сюда Это на север Ну а мы пойдем На юг Вперед С мороженым Вместе Такая Ночная жизнь Потихонечку Начинается На улице Кинг-Жордж Тоже Движ На улице Кинг-Жордж Делают Квадратные Пиццы Заметим Ты как-нибудь Видел Квадратные Пиццы Ну вот Ну вообще Я себе Вот так Примерно Представлял Собственно Тель-Авив Вот улица Кинг-Жордж Она такая Вот Как я себе Представлял Тель-Авив Вот примерно Вот так Ну вот Вы видели Сегодня По нашим Приключениям Что он Очень разный Но вот Есть и Такой Вот Такой Урбанический В стороны От Кинг-Жорджа Уходят Вот такие Уютненькие Улочки По которым Тоже Можно Погулять Решили мы Штукенции Устроить Привал На скамеечке А тут нормально Довольно-таки Уютно Это Мэйр Парк Та-ра-та-та-та Пойдем тут Погуляем Сейчас Такие Прикольные Велотренажеры Стоят Штукенция Далеко Едешь Вот улочки Ночного Тель-Авива Машина Очень Полюблена Голубями Так бывает Ну а мы идем К морю С одной Уютной улочки На другую Вот такой Тель-Авив Я люблю Совсем Вот эти Маленькие Улочки Которых Тут много Очень хорошо Подушечка Лежит на скамеечке Если кому-то Нужно Заночевать Тут Мы идем По улочке И если Прямо-прямо-прямо Идти по ней То придешь К морю Рано или поздно А вот Кстати Ну насчет Цен На жилье И на все Такое Тут вот Сколько Мы тут Видели бездомных Много Они естественно Стекаются в большие Города Потому что в больших Городах Ну легче выжить Тут Больше денег Можно Настрелять Можно попросить Просто еды Там в какой-нибудь Кафешке Тебе дадут Вот Так что Бездомных Тут столько же Сколько И В любом Групном Городе Ну вот В общем Мы кажется Уже Выходим К морю Вот там Такая Такой Темно-синий Провал На побережье Тут вот Такие Вот домики Стоят Симпатичные Довольно Леген Так Ну что Кент Надо Идти Пошли А мы Идем К морю Мы Идем К морю Мы Сегодня Встретили Очень Много Русскоязычных Людей Ну просто Ты идешь И везде 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 Русскоязычные Люди Каждый Пятый Мне кажется Процентов Двадцать Это Русскоязычные Сейчас В Тель-Авиве На улице Кого мы Встретили Ура Море Вот она Набережная Тель-Авива Смотрите Какая Красивая Как все Огнями Горит Светлое Море Огромное Море Песка И Собственно Море Ну и У нас Традиция Каждый раз Когда мы Приходим К морю Мы Должны Потрогать Воду Тут Очень Тонкий Песок Тонкодисперсный Он Как пыль Почти Такой Как ил Очень Тоненький Приятный По нему Прям Очень Приятно Ходить Вкусно Море Пахнет Кальмарами Вареными Как Водичка Отлично Теплая Кстати Это пляж Трумпелдор Называется А дальше Мы Пойдем На юг И там Будет Плащ Пляж Собственно Тель-Авива После него Иерусалима И в общем До Ришановского Пляжа Можно дойти Пешком Так Здесь Есть Маленький Фонтанчик Тель-Авивский Очень Маленький Но Кое-как Из него Лакнуть Можно Тут Вроде бы Как бы Ночь На дворе А народ Вовсю Играет Волейбол Прям Много Народу Каждый Поворот Чем-то Интересен Здесь Например Есть Прутик Такой В центре И Пальмовая Аллея Вот Тут Будочка Полиции На колесиках И у нее Такая Мигалка Мигает Би-би-би-би-би-би-би Я издалека ее увидел Думаю Что это такое Мигает Тут А здесь Гири Прицепили На цепь Чтобы 59 килограмм 59 килограмм Прям 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 Зубами Ночной Такой Ночные Улочки Тель-Авива Тут Большие Краны Стоят Такие Смотрите Вот мы И Дома Здорово Так Тут Тихо После Центрального Города У нас Прям Тут Как будто На дачу Пришел